решил я родить одну красивую курицу да я давно беременной курицы недоношенная выкидыш решу я значит сделать цыплянка чкмерский это какой-то кусок грузии это региональное название то ли это деревня то ли город кайфовая штука очень люблю я обосную и я подведу итоги в конце приготовления сейчас не буду варить концепцию этого блюда я просто буду делать хорошо чистить чеснок уже я расту знаете как-то занятия не надо конечно вот он по человечеству люди возмущают а я буду по мере поступления чеснока его измельчать я вначале сделаю так сказать вкусовую всю ноту а уж потом начну делать самого цыпленка наконец-то дурная сила нашла применение это по-моему у платонова очень люблю этого писателя у него там один персонаж не помню какой он умел либо руками работать либо головой одновременно не я немного с чесноком нарублю давай еще один зубчик цыпленок небольшой это ценные цыплята такие маленькие да насколько я понимаю хороший цыпленочек да пойдем говорит в магазин как бы у нас два петуха голых баб на голых курочек посмотрим я это все в стакан и пока временно это сказать хранение этой ароматной смеси вот у меня есть чили всякие ароматные да круто ну и сейчас я это все буду женить это должно стоять какое-то время знаешь как женят в грузии нет любой женитьбе в любой стране всегда помогает растительная масса мягче заходит женитьба сейчас масло мне поженит чеснок и жгучий перец туда дело вот такая получается ой какая классная штука субстанция теперь принимаемся за цыпленка смотри значит у меня есть люди с водой я сейчас включу сковородку профессионально прячешь спички под плиту я родился и вырос на украине поэтому прятать я тренировался на соли тихо украинская ночь до салона до перепрятать в салона на этом я тренировал теперь пусть греется сковорода я естественно должен цыпленочка что же стал таким маленьким можно сделать но я должен его распластать я могу резать через грудь я могу резать через спину он хороший я вот всегда удаляю легкие сидите они в кого бы я не разделал ну понимаешь как вкуснее вкуснее вот бывают молочные поросята они ужас почему они бывают воняют говном таким младенческим говном который особенно мне не нравится поэтому мы их не делали вот я высушил в нем все внутри бараньи дети и куриные они хорошие ну я генерал надо поросята бывают пахнут они во-первых пахнут молоком если говорить серьезно а этот молочный выраженный аромат он мне неприятен многим людям тоже а потом этот запах молока переходит в аромат говнеца в определенном возрасте это это еще хуже молоко вообще пахнет говном всегда я вот бывал на ряде молочных комбинатов и тогда весь комбинат вся территория пропитана молоком когда этого много этот концентрированный аромат молока переходит в аромат дерьма я привык выражаться нормальным языком нормальным абсолютно языком да посмотри какой он маленький поэтому я сейчас его распластай перебью ему суставчики кулаков всегда приятно цыпленочку какой перебить суставчик я сейчас растительное масло в сковородку сейчас мы с тобой вспомним новый год как это называется из бумаги вырезают такие кружевные снежинки снежинки да да а мы сейчас просто сделаем круг способ снежинки и кончик обрезается у нас тут есть хранилище кончиков примерно по диаметру ска как сковородка чуть больше да и больше это мне будет прокладкой для жарки цыпленка сейчас пойдет реклама прокладок друзья готов здесь у нас есть спонсор можно как вьетнамскую шапочку применять когда сажаешь рис я сейчас начну жарить цыпленка кожей вниз вы просто мне нужно чтобы еще получше разогрелась сковороду чтобы схватилась сразу прессану его через бумагу кастрюлю чтобы кастрюля оставалась чистой с водой это пресс да да я через бумагу его отлично я еще цыпленка буду понимать где он в фольге цыпленок может прилипнуть с той стороны поэтому бумага идеально в этом смысле и на некие прессы придумаете сковородки вот бумага и кастрюлю с водой надо подогнать диаметр кастрюлю взять такую чтобы она зашла в сковородку по диаметру вот и все логично никаких чумных прессов кино я ничего не солю пока все потом да вот сопленок вот бумага и вот через бумагу вот так у меня получается красиво прессанул все теперь он жарится огонь достаточно сильный такой ну да большое внимание мы сейчас готовим не табака и не то пока не да пока как хотите мы готовим чикамирули у меня на готове сливочное масло потому что конечно здесь очень хорошо сливочное масло но начальный этап уместно проводить на растительном потому что сливочное все-таки горит немножко соков там было и тогда уже вместе с соками мы хорошо туда заведем и сливочное масло пока мы делаем корочку на коже блюдо чикамирули она предполагает такое двухэтапное приготовление а это тоже не все-таки будет второй этап хочу втажение хотя можно и в глубокой сковородке прямо в этой же в кастюле но я хочу втажение это будет такой оттенок марокканский хотя может быть и не буду втажение посмотрим как пойдет поджарю немного муки на кусочки сливочного масла так а что ты будешь на масле жарить на поджарить чуть-чуть муки для некоего соуса скорее конечно конечно там уже процесс пошел вовсю чуть-чуть муки мука и масло это прекрасная вещь а ты говоришь по вчера рассказывал как муку с маслом где в якутии да это каша из муки каша из муки вылетела на масле звание и сметана теперь пошла сюда да не буду втажение я решил в сковородке все работать не будем выпендриваться грузии наверняка это в сковородках все делается правильно люди это делается в кетс в глиняных глиняная сковородка ну второй этап приготовления но у меня поэтому как бы ассоциация с кетс это дожим она тоже все таки много керамической хотя бы но во всяком случае мы сделаем все в одной сковородке перевод муку я буду размешивать машина сейчас начать искать подтаивать до бешамель на сметане до бешамель на сметане абсолютно вечный я это называю стабилизации сметан сколько здесь сметаны было столько и есть просто это теперь я разве что чуть-чуть сюда добавлю на запас воды вещь есть какой интересный а кстати да все под рукой наконец-то все по-старому да ребята там же стонали подписчики далее я могу капельку соли ну вот теперь пришло время проверить куренка и наверное перевернуть на другую сторону примерно я времени засек так вот чтобы отлично вот он такой не не больше не не дать не взять наверное минут 10 он у нас дать меньше 757 уже вот теперь можно сейчас приподняться и дать туда кусочек сливочного масла и работаем представляете что это будет это будет курица на масле вот сметана у меня стабилизированным бешамелем можно выключать я дам еще чуть-чуть воды чтобы довести консистенцию до правильной чуть-чуть это можно назвать сметанный соус а можно назвать стабилизированная сметана ну теперь можно рассказать какой-нибудь гадкий анекдот про сметану мерзкий да слушай а расскажи почему на фракции не распадается это же кисло молочный мука именно мука держит я стабилизирую сметану потому что при нагреве она разделяется на фракции называется отскакиваясь как раз в этом да а мука всегда удерживает именно поэтому я говорю стабилизации мы сумели зирую чтобы она была стабильно то есть это сметана системы она не жили муки и сливочного масла можно и без масла можно разболтать в воде муку и налить на сметану нагреть и будет тот же самый эффект просто с маслом благороднее давай посмотрим как шкварчит сейчас вот как хорошо и шкварчит и пахнет еще прекрасно шкварчит и пахнет что это прямо произведение посмотри какой она я сейчас уже имею право опять перевернуть на кожу со стороны кожи маслицем он да а посмотрите пусть он со стороны кожи маслицем еще тоже теоретически его можно не прессовать он уже не пойдет вверх но я на гарантии все-таки прессану его еще разочек и наверное уже он близок да то есть он близок он молоденький да он маленький когда готовишь цыпленка в таком виде важно проверить одно сомнительное место у него которое может оставаться сыровато знаешь какой нет у него крылышки сложены вот так как там показывал наш актер то который собственно цыпленка и умеет показала вот он как-то до 60 до жила только по-моему цыпленка умеет показал утюга еще у него-то крылышки сложены вот так и вот тут вот в месте прилегания крылыш как бы подмышкой цыпленка может быть сырое очень часто так бывает потому что теплопередача идет через плечо ну на себе не показываю но мне приятно быть цыпленка через плечо идет теплопередача и вот это место где прижата плечо она прогревается плохо поэтому вот здесь подмышкой у цыпленка может быть сыра надо всегда это место крылышко приподнять и пощупать посмотреть пальцем его ящупа что ночью цыпленок жареном там место еще холодное вообще не абсолютно сырое мясо подмышки как выясняется мерить температурные другие только у человека у цыпленка тоже уже в продажу не только нож который мы никак не выпустим мы скоро будем искать термометр для цыпленка чтобы мерить жуткие температуры то ли жутки или под конечно это гораздо важнее каких-то ножей там и назовем термометр для вашего цыпленка ну вот теперь уже все ширма убирается вот вещь это место вот она да вот она да потому что двойной до двойной двойной получается через плечо на самом деле сейчас все происходит здесь так как это происходит для приготовления цыпленка табака разве что цыпленок не был замаринован никак предварительно но я могу его чуть-чуть не дожарить потому что один хрен он должен меня протомиться в сметанном соке я могу не проверять его готовность пусть он будет сыринкой если там мало волнует теперь вот это вот вот это замазка чего мы начали до чесночно это тоже моя технология собственно работы с цыпленком табака твоя личная технология и немного на дно сейчас я туда накрою вот так цыпленка соли не было дома соль есть у нас только в этой пожененной массе и соль есть немножко в сметане цыпленки нету и вот теперь когда эта масса чуть-чуть погрелась чуть-чуть там прижарилась одна я обваливаю сюда стабилизированную сметану прекрасно так вот начинаю ее женить с цыпленком ты говоришь недолго это все дело это достаточно быстро происходит сейчас цыпленок сметаной весьма эффективно прогревается собственно вот еще пару минут как раз я за это время шинканул кинзы то я не знаю я бы оставил это прямо в сковородке при подаче доброму человеку потому что один черт прямо из сковородки никто не будет есть можно подать гражданину за это на 1 вас понятно на 1 года потому что этот цыпленок чуть больше голубя сопленок готов снимая с огня делаю вот так при подаче и для того чтобы подчеркнуть грузинистость этого блюда и перечность да я еще дам свежий размолотым опять ароматным чили уже отчили и падение это грузинская еда она не такая жесткая на пряная на остринка там есть но чили прибывает конечно что если кто-то делает хорошо очень острым кто-то нет так вот концептуально друзья я обещал концептуально рассказать это по сути цыпленок табака который дополнительно прогревается в сметане но вот это есть камеру только его не так уж обязательно мариновать как цыпленка табака заранее потому что для чистого табака цыпленка неплохо бы заранее замариновать с перчиком чуть-чуть с кислинка лимонного сока немножко и может быть немного чеснока но потом в процессе жарки все равно надо его благородить чесноком перчиком и вот с маслом это моя технология я повторяю ребят я здесь показываю свои версии блюд так как я это вижу на этом собственно позвольте отклоняться спасибо шеф подписывайтесь на наш канал хлопайте себя по заднице по колокольчикам но не сильно лайки и конечно комментируйте ингредиенты значит сказать так ингредиенты очень простые 200 коньяку 100 водки и 50 ягер мастера очень вкусно получается ингредиенты простые цыпленок жгучий перец чеснок растительное масло сметана сливочное масло мука кинза вот все компоненты по ощущения без дозировок слушайте на самом деле тут мне больше хочется подливочку скушать это стабилизированная сметана по лазерсоновски отличная острая стабилизированная сметана она же бешамель из сметаны теперь мы берем детскую ножку или исааки почему-то не стал развивать тему о детях я скажу что дети это самое вкусное это круто ребята я вам оставлю очень вкусно очень вкусно или куренок мало ну вот хочется кости даже если я не буду на 100 за вкусная штука перца самое оно да самое он есть но он не мешает не забивает перец чеснок обалденный такой вот мягкий мягкая острота на самом деле вот сметана это просто песня сама сметана это очень хорошо кто это где этот человек кого поцеловать надо кого расцеловать обнять давно я себя не целовал просто забыл как это делать весь вопрос куда да и